Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня мы с вами готовим ржаной хлеб на квасе. Это мой личный рецепт, который я вывела сама. Когда-то очень давно я очень много экспериментировала над хлебом. Пыталась найти именно тот хлеб, который был в 80-90-х годах. Тот самый круглый, высокий хлеб. И вот, наконец-то, я нашла этот рецепт. По вкусу напоминающий. Может быть, там, конечно, был немножечко другой, но он очень напоминает. Что нам для этого понадобится? Поскольку он у нас на квасе, то, соответственно, нам понадобится квас. Квас 420 мл. Мука. Мука у нас, значит, идет пшеничная 220 г. И ржаная 200 г. Сахар 1 столовая ложечка. Соль 2 чайные ложечки. Дрожжи 10 г. И также подсолнечное масло 2 столовые ложки. Также можно еще добавить семечки подсолнуха 1,5 кулачка. Но я сегодня не буду добавлять. Я сегодня хочу такой вот чисто хлеб. Ароматный и вкусный. Так, первым делом мы с вами начнем. Нам нужно развести дрожжи. Они у нас сухие. Их мы будем разводить в квасе. Высыпаем. И ложечкой все это перемешиваем. Наши дрожжи я уже развела. Получился такой, смотрите. Такой вот цвет, как раз как какао какой-то. Так же, конечно же, нашу муку мы тоже перемешиваем. В единую массу обязательно. И это делаю вот так вот. Такими вот движениями. Она как-то очень быстро перемешивается. Также, конечно же, нам понадобится чаша. Я буду перемешивать в хлебопечке. А вы, если перемешиваете руками, уже все оставшееся добавляете, как вы это обычно делаете. Там все жидкое в муку. Или там как-то вы это все делаете наоборот. У меня вот чаша. Берем и заставим. Выливаем туда наши дрожжи. Перемешиваем. Вот так же, конечно, у нас в стаканчике был не весь квас. Вот мы добавляем остатки. Я добавила сначала чуть-чуть, потому что, чтобы было удобно перемешать мне. И мы добавляем с вами вторую часть. Тоже перемешиваем ее немножко, чтобы забрать оставшиеся дрожжи. И все туда. Вот. Так. Высыпаем соль. А соль должно быть достаточно. Если у вас соль получится чуточку меньше, то есть прям чуточку вы возьмете чуть меньше, и у вас хлеб уже будет не настолько вкусным. Я даже беру чуть-чуть с горочкой. Так. Сахар. И, конечно же, наше подсолнечное маслице тоже добавляем туда. О, там какие пузырьки красивые получились. В детстве очень любила с ними играть. Когда суп есть не хотелось. Так. Ну и, конечно же, муку мы обязательно, это обязательно с вами просеиваем. Это надо делать обязательно, чтобы мука у нас обогатилась кислородом. Ну и, короче, вы все это сами знаете. Также, кстати, у меня про все это рассказывается. Есть отдельный ролик, где я пеку белый хлеб. Где я все-все-все об этом расскажу. В конечной заставке будет подставлен ролик. И его тоже обязательно посмотрите, где я рассказываю, какие лучше использовать формы, дрожжи какие использовать, муку какой лучше. Где я все-все-все-все рассказываю. Ну и вот, смотрите, я всю муку просеяла и отправляю теперь в хлебопечку на перемешивание и поднятие теста. Это займет полтора часа. И выпекать я буду отдельно, в отдельной форме. В принципе, сейчас, через секундочку, вы ее уже увидите. Также я хотела сказать, вот такую вот муку сегодня я использовала. Мука ржаная, хлебопекарная. И также немножечко сказать о квасе. Вот такой квас я использовала. Когда вы покупаете покупной, если квас, то обязательно смотрите состав, чтобы состав был там хороший. Не было никаких там едобавок, там чего-то, чего-то, чего-то еще. Если вы делаете и своего кваса, то я делала и своего кваса. Мне не очень понравился. С магазином как-то мне понравилось больше. Но пробуйте, делайте, экспериментируйте. Обязательно экспериментируйте. Не сразу может получиться у вас хлеб, но вы старайтесь. Так, ну вот мы с вами продолжаем. Я беру вот такую вот форму. Она продается в принципе в каждом магазине и покупала ее в фикс-прайсе даже. Достаем наше тесто. Смотрите, оно уже там поднялось. И форму нашу мы смазываем подсолнечным маслом. Не слишком много, чтобы было, конечно, его. И переливаем, перекладываем. Ой, как вам будет удобнее наше тесто. Так, и, конечно же, также нам понадобится силиконовая такая лопаточка и немножечко обыкновенной воды. Мы смачиваем нашу лопаточку и начинаем вот это вот тесто, которое пытается постоянно сбежать. Его нужно вернуть на место и немножко утрамбовать. Берем, набираем, то есть на нее воды вот так вот. Не боимся, ничего страшного не будет. Вода, если даже куда-то там зальется, она все равно вся высохнет во время того, как вы будете делать хлебушек, то есть в духовке. Да, также очень хороший совет. Обязательно смачивайте еще и вот тут вот тоже подсолнечным маслом, потому что хлеб бывает сбегает и если у вас там не смазано, то она будет потом тяжело отрепляться. Ну, вернее, он хлеб. Вот, сюда тоже вот. Да, еще вот так его сверху выравниваем, да, чтобы он у вас сверху был красивый хлеб, чтобы он вам нравился. Правильно? Он должен нам нравиться. Так, все сравниваем, сравниваем. Так, чтобы он тут был максимально гладенький. Но он пытается все равно, видите, сбежать. Вот, теперь мы его отправляем в духовку. Можно, чтобы он немножко постоял в духовке при 50 градусах, а можно и сразу, чтобы он уже выпекался. Кажется, смотрите, как у вас будет он выпекаться, поскольку время не зависит от вашей духовки. И, конечно же, как узнать, что он уже выпекся, вы увидите по необыкновенной красивой корочке. Так, смотрите, наш хлеб уже приготовился. Посмотрите, какой он мягкий, какой он нежный. Это вообще что-то с чем-то. Конечно же, он немножко вылез. Ему так сегодня захотелось вылезти. Он прям мягкий-мягкий. Ароматный какой. Так, давайте, наверное, с этой стороны будем его сейчас резать. Вот, смотрите. Он как раз получается как бы не совсем черный, такой как серый хлеб. Но, блин, обалденный. Смотрите, какой он красивый. И даже внутри прям очень мягкий. Можно даже было добавить какие-нибудь травы. Можно укроп добавить. Или семена укропа. Укропы кому как нравится. Также совет. Когда вы хлеб вытаскиваете, обязательно пускай он у вас полежит вот так вот. Вот, попкой кверху. Здесь, условно, чем дольше полежит, потом она будет такая, как корочка. Не настолько мягкая. Это будет тоже, кстати, очень вкусно. Вот, давайте эту мякошку попробуем. Такая мягкая, ну надо же. Прям хорошая. Пробуем. Он обалденный вкусный. Обалденно мягкий. Такой нежный-нежный. В магазине вы такого хлеба точно 100% не встретите. При том, что он у меня уже остыл. То есть, я его уже достала, наверное, часа два так точно. Нет, стоп. Хлеб больше. Четыре часа он уже у меня лежит. За четыре часа он уже полностью у меня остыл. И вообще прям хлеб просто обалденный. Знаете, этой мякошкой хочется сделать салат и просто ей туда прям помакать и вместе с этим соком салата съесть. Это, я не знаю, это просто обалденно. Это что-то очень-очень вкусное. Вот, готовьте вместе со мной такой хлебушек. Я надеюсь, что у вас получится. Даже не то, что надеюсь, я уверена, что у вас получится. Даже если у вас хлеб не получился, готовьте снова. Снова у меня тоже не первый раз такой хлеб получился. Первое время, первые годы у меня вообще не получался хлеб. Но я все равно не останавливалась, старалась, делала, делала, делала и достигла наконец-то результата. Наконец-то у меня стал получаться хлеб. Красивый, воздушный, самое главное. Хотела сказать, сочный и вкусный, конечно. Поэтому старайтесь, делайте. И тогда у вас все получится. Как, знаете, говорят художникам. Чем чаще художник будет рисовать, то есть надо набить руку, и тогда у него будет рисунок получаться гораздо-гораздо лучше. Вот точно так же и с хлебом. Чем чаще вы его будете делать, даже если у вас не получается, меняйте муку, меняйте что-то, делайте дрожжи меняйте. И потом у вас получится. Прямо смотрите. Обалденно. Я, знаете, вот помню, еще дедуля говорил, если вот так вот на хлеб нажимаешь, и он потом поднимается, это значит, он хороший. Ну, до конца я не буду, конечно, нажимать. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку три годика. Также смотрите обзоры на технику, обзоры на продукты. Только у меня есть обзоры на продукты, на шоколадки, консервы, разные там вкусняшки, и все-все-все такое. Обязательно посмотрите. Также фоны, жилопись, и много всего интересного есть на моем канале. Мой канал называется Artmania. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ролик. Уже следующий у нас выйдет завтра. У меня ролики выходят каждый день. Обязательно пишите комментарий. И ставьте лайки. Лайки, 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 лайки. И всем пока-пока. Лайки, лайки, лайки.